Уроки Владимира Тарасова. Урок третий. Наметь дату своей смерти. В прошлый раз мы остановились на том, что нужно поставить цель, которая выходит за пределы жизни. Мы обсудили, как это выходит. Но возникает вопрос, а пределы этой жизни? Где жизнь-то кончается? Когда молодой человек или девушка находится в состоянии замечательном, в смысле физическая форма, эмоциональная форма замечательная, то они не думают о старости, они не думают о возрасте. И даже готовы в 40 лет умереть, не вопрос. Когда 40 лет будут очень нескоро. Молодые люди идут охотно умирать на войну, добровольцами записываются. Якобы за правое дело. Но когда стреляют друг в друга оба за правое дело, мы понимаем, что дело правое отсутствует полностью. На самом деле, просто к жизни разные отношения и разные отношения к смерти. Но так или иначе, человек подсознательно себе сколько-то отмеряет. Сколько-то отмеряет. Отмеряет себе 60, 70, 80. И, естественно, так же, как страховая компания, он отмеряет, чем человек, если уже прожил 70, он ему не отмеряет 71, а все-таки побольше. А если человек не прожил 70, а 50, может ему отмерить 70. Но если дошло до 70, то... Так и человек сам себе он увеличивает, увеличит постепенно. Это, казалось бы, нормальный процесс, и чего тут такого. Мы к этому процессу вернемся. Но для нас важно, поскольку человек часто живет дольше, чем он думал. И иногда даже так бабушке говорят, ой, зажилась я на свете. Я имею в виду, что прожила больше, чем готовилась. Вот. Так, всякая. Это шутка, но в каждой шутке доля правды есть. Вот. То как же поставить большую цель? Ты вдруг доживешь до нее? А что потом делать? Ну, об этом говорили. Поэтому необходимо наметить дату смерти, но ее очень далеко поставить. Ну, гарантированно, что больше уже не проживешь. При всей твоей фантазии. Вот. Хотя сейчас все труднее сделать, потому что медицина так быстро развивается, что кто его знает. Но все-таки, пока она не так развилась, есть возможность дату смерти ставить. Вот. Более того, что интересно, мы часто читаем про старых мудрецов, что они не только дату смерти ставят, они и час ставят там на рассвете, когда выпадет первый снег. Бодрый-бодрый, снег первый выпал, смотрят, а он там уже мертвый. Вот. Вручитель, да. То есть намечает и точно там. Сейчас к этому вопросу вернемся, почему так бывает. А пока говорим о том, что дату смерти, если на цель, то надо цель поставить за нее, которую до этого не достигаешь. Надо достигать, 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 и перед смертью, собственно, перевалить через точку невозврата. Вот. А теперь спрашивается, ну, да, это поможет поставить большую цель. А вообще правильно ли это? Все-таки как-то мрачновато, да? Да, мрачновато. И страшновато. И еще там на памятник и выбить. Ну, как-то страшновато, да, мрачновато. Давайте посмотрим, а нет ли каких-то положительных вещей из этого? Какие-то положительные следствия? Надо сказать, что есть два критерия. Правильное управленческое решение. А наметить дату смерти — это управленческое решение. Ты управляешь своей жизнью. Вот. Один критерий правильности, точнее, не критерий, это, скорее, признак правильности. Как признак, там, ласточки низко летают, там, к дождю вылезь, вот и вот еще, да? То есть не факт, что дождь, ну, скажем, признак есть, да? Ну, вот признак правильного решения в том, что если ты чувствуешь, что если ты пойдешь этим решением, то турец вырастет, то пойдешь тем, авторитет станет меньше. Значит, правильное решение, оно всегда приращивает твой авторитет. Если ты видишь три решения, и каждый из них опускает, авторитет больше, меньше, значит, ты не видишь четвертая, картина мира не верна. Надо ее уточнить, потому что есть еще пятое решение. Что, когда авторитет вырастет? Это один признак правильного решения. Есть другой признак, о котором сейчас, собственно, идет речь. Это как пазлы. Когда ты неправильный пазл к картинке присоединяешь, ты вроде решил проблему, но остальные-то трудно. Породил пять новых проблем. А когда ты правильный, раз, и ты решил походя. Знаешь, куда это поставить, куда это? Вот. Значит, правильное решение, оно помогает решить те проблемы, которые, собственно, не собирался решать. То же самое. Мы дату смерти намечаем ради того, чтобы поставить большую цель, ради того, чтобы увидеть путь. Для этого мы ставим большую цель из-за ту смерти. Но она еще имеет следствия положительные. Какие? Представим себе, что вы меня слушаетесь. Не только слушаете, как сейчас. Слушаетесь. Делаете то, что я говорю. Вот. Вы немножко занимаетесь спортом, как я знаю. Да. Да? Значит, бегать можете? Да. Можете бегать, да? Даже на какую дистанцию можете? Ну... Примерно так. Без напряга. Максимально. Ну, вот отлично. Значит, представьте себе, я попросил вас 200 метров бежать. Да? Вы бежите, бежите через 150 метров. Я говорю, так, ошибочка, 300 метров надо бежать. Вы 300 бежите. Я говорю, ну, немножко, 320. Ой, 3200, извините, пожалуйста. И вот я так терзаю вас, потом говорю, 10 тысяч, да? 10 километров ваши. Что у вас там делается внутри? Ну, плохо вы себя чувствуете? Плохо бежать будете? Да. Гораздо лучше, если я сразу сказал, 10 тысяч. Правильно? Да. Правильно. Вот. То же самое с организмом. Когда мы ему фантазируем, лучше себя чувствуем, проживу там 85 лет хуже чувствую. Ой, до 70 дотянуть и так далее. Мы ему дистанцию все время меняем. Внутренней картине мира. Мы организму меняем. А он же к нам имеет отношение. Он нас слышит, наш организм. Он знает, что мы планируем по дате смерти. Если она все время двигается, болтается, то он не знает, на какую дистанцию ему бежать. Когда мы наметены дату смерти, он знает, вот эти 10 тысяч надо бежать, все. Ну, а значит ли это, что нужно как можно раньше наметить дату своей смерти? Ну, что значит, как можно раньше, так сказать, ну, как успеете, так успеете. Вот. Но, в принципе, мы сообщаем организму. Ну, вот вы побежали, когда вам надо сказать, что 10 тысяч бежать? Через 300 метров, через 500, вы говорите, когда, когда говорить вам? Лучше в самом начале. Сразу. Вот. Значит, вы взрослый состояние достигли. Вот, пожалуйста, определяйте себе, назначайте дату смерти. Вот. И тогда организм, он это рассчитывает, и он будет бежать. Представьте себе, эту дистанцию будет бежать. Вот. При этом что происходит? Болезни. Уходят. Вот я 30 лет преподаю. Я не знаю, сколько там, 200, наверное, бизнес-курсов провел, или сколько, не считал их. Много. Каждый месяц я 2-3 курса там, да. Вот, за 30 лет набирается. И я болею, как и другие люди. Тоже болею. Так, несерьезно. Там грипп, там еще кашель, насморк. И болею, остаюсь дома, иногда лежат в постели. Но за эти 30 лет я ни одного бизнес-курса не пропустил без болезни. Ни одного. Почему? Потому что у меня график. И организм знает этот график. Ну да. И не может болеть. Накануне, могу больной уехать, да. А там он знает, что надо быть здоровым. Вот. Организм это все понимает. Поэтому, когда мы ему дату смерти сообщим, то он уже на эту дистанцию готов бежать. И, соответственно, ну, чтобы сообщить ему, надо более понятно сообщить. Не только мысль. Он привык, что мы думаем одно, делаем другое. Вот. Ему надо сообщить более конкретно. То есть дату смерти надо зашифровать как код, как шифр замка, как код в компьютере и так далее, и так далее. Мы все время набираем пальчиками. И, конечно, а что такое набираем пальчиками? Вырабатывается динамический стереотип на эти цифры. Это уже совсем понятно. Вот стереотипы организм хорошо понимает. Потому что динамические стереотипы – это устойчивая система нервных связей. Они, неважно, вербальные или физические, они между собой там взаимодействуют, как-то живут своей жизнью. Тогда организм все поймет. Вот еще какой смысл имеет дата смерти. Вот. И все это вместе, когда мы эту комбинацию построили, то, значит, вывод из урока – наметь дату смерти, но наметь ее как можно дальше, чтобы не ошибиться. И все это нам поможет увидеть путь. И немножко я про путь расскажу. Это уже в четвертом уроке. Спасибо. 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 Продолжение следует...